Почти миллион нерожденных младенцев в год, такова статистика в России. Как повысить рождаемость и снизить уровень абортов, обсуждают на Всероссийском форуме «Возлюби жизнь». Самарская область – единственный регион в стране, где проблему абортов предлагают решать на законодательном уровне. Губернская дума вышла с инициативой не финансировать медицинскую процедуру прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования. Мы, депутаты Самарской губернской думы, мы практически первые в стране, которые разработали и вышли с инициативой на федеральный уровень. Начнем такое широкое обсуждение в обществе, сделаем такой старт, начало обсуждения этой очень серьезной проблемы для нашего общества, для нашего государства. И я думаю, что после широкого такого обсуждения в конечном итоге будут выработаны основные пути решения этой серьезной проблемы. Каждый человек, независимо, где он находится, имеет право на жизнь. В утробе матери, и потому что нравственная ответственность, она очень глубокая. У России, у русского народа, всегда была великая цель, великое стремление. Если мы утращиваем эту цель, мы можем раствориться в другом народе. По итогам прошлого года в Самаре родилось больше 17 тысяч малышей. Важно не только укреплять семейные ценности, но и создавать соответствующие условия, необходимую инфраструктуру, считает глава города Олег Фурсов. Вы знаете, что по итогам 2015 года мы ликвидировали очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Но это не значит, что эта очередь не будет образовываться. Перед нами стоит более глобальная задача по открытию новых мест в образовательных, дошкольных учреждениях. У нас стоит очень серьезная задача по открытию дополнительных школ. Впервые за четверть века открыты две крупные школы при поддержке Николая Ивановича Микушкина, нашего губернатора. Чтобы снизить статистику абортов, в Самаре будет проводиться большая профилактическая работа. Эту миссию возьмет на себя Самарское региональное отделение Союза православных женщин России. Оно создано в начале марта. В состав Союза вошли представительницы сферы образования, культуры и бизнеса. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.